Село Гульчо Алайского района. У здания местной администрации собрались старейшины, многодетные и малоимущие семьи, лица СУВЗ, всего около 600 человек. Все они пришли на встречу с депутатом Джооргу Кенеша Уланом Примовым. И как выяснилось, не зря. Все нуждающиеся удостаивались подарков в виде продуктов. Кроме этого, был накрыт стол разговения для местных жителей. По традиции, в знак своей благодарности, жители населенного пункта дали меценату свое благословение. Этот человек каждый год организует паломничество десяткам людей, больным оказывает всяческую помощь, нуждающимся в жилье помогает строить дома, поддерживает материально-техническую базу правительственных учреждений. Что еще надо? Спасибо надо сказать. Пусть наш добродетель продолжит расти и достигать новых высот. Ты нас сегодня накормил? Так пусть Всевышний дарует тебе долгих лет жизни. Пусть Бог бережет тебя от всех невзгод. Аминь. Помимо благодарности, люди вручили депутату письма с просьбами и пожеланиями, после чего слуга народа продолжил свою поездку по Алайскому району. Ведь помимо Гульчо, парламентария ждут и в других населенных пунктах. Алай, Джошолу, Будалык, Ленин. Всего четыре аильных аймака, где слуга народа должен успеть побывать за короткое время. Цель турне – это поздравить всех верующих с наступлением священного месяца. Рамазан и вручить каждому ценные подарки. Да примет Господь ваш пост. Пусть сбудется все то, о чем вы просите у Бога в этот священный месяц. Будьте здоровы, живите счастливо. Если вы и дальше будете поддерживать своими благословениями и теплыми словами, то я уверен, что вместе мы достигнем новых высот. Будь счастлив, пусть твое дело живет вечно, пусть Бог исполнит твои самые заветные мечты, да примет Всевышний твои добрые дела, которые ты делаешь для простых людей. Аминь. Необходимо отметить, что подобные поездки по отдаленным районам и селам области в священный месяц за последние 10 лет стали доброй традицией для депутата Примова. За весь промежуток времени слуга народа изучил социально-экономическую ситуацию на местах, знает, кто, что, в чем нуждается и почему. Будучи заместителем главы комитета по бюджету и финансам парламента, отдельные вопросы слуга народа старается решить путем выделения средств из казны государства. Но основная часть суммы выделяется из благотворительного фонда примов. У меня 10 детей. Двое из них болеют. Наша семья входит в категорию малоимущих, так как не на что покупать нужные лекарства. Требуется опираться на сердце. 250 тысяч сомов стоит это дело. Спасибо депутату, что он нам помог в нашей беде. Вот уже 10 лет в нашем селе была одна проблема, которую мы ну никак не могли решить на протяжении последних 10 лет. Отсутствовал трансформатор. Благо, что депутат нам помог. Теперь в домах есть электричество. Четко, слаженно работает наш парламентарий. Самое главное, что не замешан в серых схемах, как некоторые. На следующих выборах буду голосовать снова за Примова. Благотворительный фонд мецената дошел и до таких отдаленных сел региона, как, например, село Чангет Узгенского района. Поговаривая, что до этого дня до представителей властных структур и дела не было до округа с населением в 4 тысячи человек. Местные жители выражали удивление и радость, так как ранее представители власти не посещали этот отдаленный район. Подобное высокое внимание им было оказано впервые. Стоит отметить, что до конца священного месяца остались считанные дни и караван с подарками должен успеть побывать также в селах Араванского, Карасуйского и Алайского районов. Медербек Мамбиталиев, Кенджабыма Мацадыкова, Шахрух и Минджанов. Новости Ошперим.